Я дерусь по ряду многих причин. Я дерусь для себя, я дерусь ради денег, я дерусь ради наследия, я дерусь потому что хочу быть лучшим, я дерусь потому что хочу войти в историю как один из лучших, вот почему я дерусь. 50 раз он выходил на ринг и каждый раз с триумфом под скандирование публики выходил из него чемпионом. Его авторитет безупречен. Многие противники Мэйвезера признаются, что несмотря на проигрыш, бой с ним принес им популярность, вывел на новый более высокий уровень. Не удивительно, ведь каждый поединок с участием Флойда был невероятно разрекламирован. Парень любит славу, любит пиар, он является лучшим трештокером, но в то же время на ринге он всегда отвечал за свои слова. Будучи любителем, боксеру дали прозвище Красавчик, поскольку из боя он выходил с абсолютно чистым лицом, на котором не было ни одного синяка. А перейдя в профессионалы, Флойд получил символичное прозвище Мани. В свою карьеру спортсмен смог превратить настоящий маркетинговый план. Он является самым богатейшим боксером в истории мирового бокса и долгое время находился на вершине рейтинга самых богатых спортсменов мира. Всем известно, что Флойд очень любит деньги, зарабатывает их с молниеносной скоростью, однако тратит он их намного быстрее. Дорогие тачки, шикарные дома, виллы, яхты, личный самолет, брендовые вещи – неотъемлемая часть жизни спортсмена. Не деньги делают его, а он делает деньги. Живет он на широкую ногу благодаря своему техническому труду и таланту. Он смог обеспечить безбедную жизнь не только себе, но и своим близким на несколько поколений вперед. Не в деньгах счастья, я часто слышу это от разных идиотов. Да, те, кто так говорит, на самом деле идиоты. Я-то знаю, что именно в них есть истинное счастье, когда твой карман забит деньгами все путем. Пусть попробует кто-то упрекнуть его волчности. Свое состояние он заработал кровью и потом. Он всецело предавался работе, без остатка отдавая себя любимому делу. Не зря он так часто говорит – тяжелая работа. А ведь действительно такие слова, как «величие», «наследие», «легендарность» всегда так или иначе связаны с материальными благами, а именно с материальным состоянием той самой легенды. Почему за успешность и богатство спортсменов часто критикуют? Человек не будет думать о свершениях, если у него от голода сосет под ложечкой, а в кармане дырка. Нет, такое может быть лишь в сказках. В реальности деньги – это единственный стимул для всякого спортсмена. Бокс – это опаснейший вид спорта. На ринге бойцы могут лишиться жизни и разрушить судьбы своим близким. Тем более, как известно у боксера короткий век. В принципе, как и у большинства спортсменов, в возрасте от 20 до 30 лет боксеру нужно успеть выжать все возможное из своего дела, чтобы обеспечить себя и будущее своей семьи. И Флойд жил именно по такому принципу. Он пример достижения целей. Флойд Майвезер рожден в династии ярких спортсменов. Чемпион родился 24 февраля 1977 года в городе Гранд Рапидес, в штате Мичиган. И осчастливил свою семью. Его отец Флойд Майвезер старший посвящал много времени и сил боксу. Участвовал в чемпионате мира, где ему пришлось родиться с знаменитым Леонардом Реем. Одним из самых лучших боксеров в истории. Однако карьера подающего надежды спортсмена прервалась из-за тяжелой травмы ноги. Тогда отец Флойда решил оплатить свою заветную мечту в сцене. Брат Майвезера старшего Роджер тоже смог добиться успехов на ринге. А позже тренировал своего знаменитого племянника. Рожденный в семье, где бокс является смыслом жизни, маленький Флойд не имел ни одного шанса не влюбиться в этот тяжелый вид спорта. С первых дней отец прививал ему интерес к боям. Ни для кого не стало удивлением, когда будучи младенцем, он стал проситься на тренировку к папе. Счастливого детства Флойд не видел. Ему многое пришлось пережить, будучи маленьким. Семья Майвезеров из 8 человек ютилась в крошечной в спальне. О личном пространстве и уединении можно было лишь мечтать. К тому же район, в котором они жили, был очень криминальным и нищим. В доме не было никаких удобств. Вода была не проведена, ровно как и газ. А свет работал с переменным успехом. Часто его отключали. Отец зарабатывал на жизнь продажей наркотиков. А мама была одной из тех, кто их покупает. Хотя ей конечно же не приходилось ничего покупать. Доза всегда была у мужа в кармане. Ее было много, даже слишком. Улицы были переполнены гангстерами, ворами, наркоманами. Каждый день гремели выстрелы и приходилось не жить, а выживать. Друзей у маленького Флойда было мало. Один приятель был жестоко убит, а другой зарезан. В этом районе человеческая жизнь не значила ровным счетом ничего. Люди варились в котле разврата, преступности, нищеты и алкоголя. Сложно поверить, что в такой обстановке росла легенда. Флойд рассказывал, что ему было невероятно противно так жить. И каждую ночь он клялся в слезах, что никогда не будет таким, как они. Никогда не будет курить и пробовать алкоголь. Станет знаменитым и не будет ни в чем нуждаться. По мере взросления мальчик все больше и больше проникся тренировкам. А боксерские печатки стали для него второй кожей на руках. И снимал он их лишь тогда, когда приходило время пообедать. Уже в 11 лет ему не было равных ни среди сверстников, ни среди парней намного старше его. Он настолько хорошо боксировал, что люди вокруг просто поражались его способностям. Откуда у этого малыша весом чуть больше 20 кг, столько мощи и силы? Бой он чаще всего заканчивал уже в первом раунде. Все, чего он желал – побед и поощрения от отца. С первым у него все было отлично, а у второго никак не удавалось добиться. Флойд не чувствовал отцовской любви и поддержки. Вместо этого он часто подвергался побоям, оцениванию и угнетанию. Словом, мой возраст старший был настоящим тираном. Юный спортсмен старался изо всех сил, тренировался без перерыва, не жалея себя. Пока отец травил кого-то наркотой, сын убивался в зале. Однажды закон все-таки настиг дилера, и отца семейства посадили за решетку на 5 лет. Тогда семья оставалась вообще без средств существования, а мой возраст младший решил взять ответственность на себя. Он оставил школу и полностью посвятил себя боксу, с надеждой заработать на этом денег. Я хочу поблагодарить Бога за возможность выиграть чемпионат страны. И во-вторых, я хочу поблагодарить отца. Он лучше на среднем западе, это нужно признать. Бокс был частью жизни Мэйвезера, и он не рассматривал любой другой вид профессии. Я думаю, что моя бабушка увидела мой потенциал первой. Когда я был молод, я сказал ей, я думаю, что я должен получить работу. Она сказала, нет, просто боксируй. Когда мне лет было 8 или 9, я жил в Нью-Джерси с моей матерью. И нас было семеро в одной спальне, а иногда у нас не было электричества. Когда люди видят, что у меня есть сейчас, они понятия не имеют, откуда я и как я это получил. Флойд трудился и выработал особую тактику боя. Вскоре подросток одержал грандиозную победу на национальном чемпионате золотые перчатки. Именно тогда юный боксер решил, что отныне во что бы то ни стало, он будет побеждать. Он не имеет права на проигрыш. Глядя на огромный, тяжелый и сияющий кубок, обладателем которого он стал, боксер пообещал себе стать непобедимым. Тяжелая судьба, которая каждый день давала обидную пощечину парню, которая старалась изо всех сил, не смогла его сломить. Выходя на Рико, он дрался с судьбой и он ее побеждал. Но какой ценой? Чего стоили ему эти победы? В 18 лет, когда все сверстники наслаждались молодостью, он уже познал все прелести нищеты и узнал, что такое тянуть на своих плечах голодную семью. Выстоять и не сломаться ему помогла лишь вера в себя. Он сам себя мотивировал, сам был для себя поддержкой и опорой, и с детства запомнил истину. У него есть лишь два плеча, на которых он может положиться, и эти плечи его собственные. Он знал, настанет день, пробьет час, и он вплоть до Майвезера станет знаменитым. О нем заговорят. А после у него будут деньги. Много, очень много денег. Столько, сколько он не сможет потратить. Этот день настал. Я родился в семье бойцов. Семейный барбекю. Они у нас были примерно такие. Танцы и бокс. Мы часто делали барбекю и подобные вечеринки на воздухе. Если у нас под рукой не находилось боксерских перчаток, то мы залезали в кладовку, искали перчатки и варежки, чтобы потом использовать их как боксерские. Ну ладно, поехали. Перед тем, как уйти в профессионалы, Флойд-старший и Роджер сделали себе имя в уличных драках в родном городе Гранд Рэпидс, Мичиган. Но старший брат Флойд был самой страшной фигурой на южно-восточной стороне города. Они частенько дрались на улицах, и Флойд выстегивал буквально всех. Буквально всех. Он приходил домой в кровью, в общем, полное безумие. Иногда я говорил ему, остановись, хватит бить всех этих людей. Отверстие от огнестрельного ранения в ноге Флойда-старшего поставило крест на его карьере. Очень быстро его внимание переместилось на создание чемпиона и своего новорожденного ребенка. О мой бог, он любил мелкого до смерти. Он брал его на свои тренировки. И вот когда младшему исполнилось год, все, что его интересовало, это бить грушу. Это была вся его жизнь. Это все, что он знает. Все, что знает Флойд, это бокс-мужик. И нет ничего случайного в том, что Флойд хорош настолько. Он мой сын. А я его отец. Отец тренировал, а сын слушался. Очень быстро поднимаясь в ранге любителей. Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые предоставили мне эту возможность победить в национальном чемпионате. И во-вторых, я бы хотел поблагодарить моего отца. На Среднем Западе он лучший там, и должен я признаться вам всем, остальным он просто не по зубам. Флойд-младший выиграл три национальных любительских чемпионата. Успех, тем не менее, дался нелегко. Мой отец был жестким со мной. По-настоящему жестким. Мне нельзя было допускать ошибок. И если я допускал ошибки, мой отец мог... Ну, бросить меня что-нибудь, шлепнуть меня, наказать, поставить на место. Нет боли, нет доли. Понимаете, именно это я в него и заложил. Что бы он там ни говорил, именно я заложил это в нем. 11 октября 1996 года все изменилось. 19-летний боксер уверенно вышел на свой профессиональный бой в Лас-Вегасе. Он знал, что сегодня победит. Он докажет отцу, матери, своему району то, что он истинный чемпион. Он не такой, как они, он из другого теста. Как только прозвучал гонг, голодный боксер набросился на своего соперника и через считанные минуты нокаутировал его. С этого дня Флойд Мэвезер стал играть по-крупному. В любительский бокс он больше не вернулся. После своего дебютного боя Флойд начал набирать обороты. Известность росла с каждым днем. Американская пресса выпускала огромное количество статей. Журналисты стали следить за жизнью уникального самородка. С каждым новым выходом на ринг прослеживалось то, что боксер совершенствует свою тактику. Главное для него всегда оставалось самосохранение. Он дрался с умом. Победа любой ценой? Нет, это не про него. Ему нужна была только качественная победа. Боксер дрался в первую очередь для себя, желая получить максимальное удовольствие от поединка. До своего первого титульного боя он провел 17 рейтинговых поединков, большинство из которых выиграл нокаутом. Джесса и Роджер, двумя чемпионами. И они также его трейдеры. В Олимпиях Флойд Мейвэдер с очень быстрыми руками. И он это показывает. В правой руке очень эффективно. Самое главное быть сфокусированным, внимательным, постоянно держать под прицелом противника и под прицелом свою собственную цель. И он выглядел очень хорошо в этом бою. 3 октября 1998, в своем лишь 18 профессиональном поединке, Флойд победил чемпиона в первом легком весе по RCWBC, Дженаро Эрнандеса. И сразу получил статус суперзвезды бокса. После поединка свергнутый чемпион, считавшийся одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, сказал о Флойде. «Я не думал, что я так проиграю. Он невероятно быстр и техничен». В декабре 1998 Мейвэдер встретился с Санджело Манфредди. В конце второго раунда он загнал противника в угол и начал его избивать. Значительная часть ударов прошла мимо цели, однако рефери принял решение остановить бой. Остановка была спорной. Несколькими неделями спустя Мейвэдер был назван журналами Ring и нокаут лучшим боксером 1998 года. В мае 1999 Мейвэдер встретился с угандийцем Джастино Джуко. В девятом раунде Мейвэдер правым кроссом в челюсть отправил Джуко на канвас. Джуко поднялся на счет 10, но было поздно, и рефери остановил бой. В октябре 2000 Мейвэдер вышел на ринг против проходного противника Эммануэля Бёртона. Мейвэдер доминировал весь бой. В девятом раунде он избивал противника. Почти все его удары пришлись в цель. Видя это, угол Бёртона выбросил полотенце. Позже Бёртон сменил фамилию на Агастес. В январе 2001 Мейвэдер вышел на ринг против небитого и очень сильного Диего Каралеса. В течение боя Мейвэдер пять раз посылал противника в нокдаун. В десятом раунде после пятого нокдауна угол Каралеса выбросил полотенце. В мае 2001 года Мейвэдер встретился с Карлосом Эрнандесом. Мейвэдер доминировал весь бой. В конце шестого раунда Мейвэдер ударил Эрнандеса правым хуком в голову. После этого скорчился от боли, нагнулся и перестал сопротивляться. Эрнандес ударил его левым хуком. Рефери прервал бой и отчитал чемпиону нокдаун. В середине двенадцатого раунда Эрнандес бросился на Мейвэдера и попытался продавить его через канаты. За это рефери снял с него очко. По окончании двенадцати раундов судьи единогласно присудили Мейвэдеру победу. В ноябре 2001 года он встретился с мексиканцем. Чавесом Чавесом. В девятом раунде Чавес пропустил несколько чистых ударов. В перерыве между девятым и десятым раундом угол Чавеса остановил бой. После этого поединка Мейвэдер поднялся в легкий вес. В апреле 2002 года он вышел на ринг против чемпиона в легком весе по версии WBC Хосе Луиса Кастильо. Кастильо превзошел Мейвэдера скорости. Однако все трое судей поставили оценку в пользу Мейвэдера. Неофициальный судья телеканала HBO Гаррет Ледерман посчитал, что победил Кастильо. За весь бой Кастильо нанес 203 удара, а Флойд 157. Многие посчитали, что Кастильо выиграл тот бой. И Флойд дал незамедлительный реванш. В декабре 2002 года в реванше Мейвэдер уверенно победил Кастильо. В 2003 году Мейвэдер вышел на ринг против Викториано Сосе. По окончании 12 раундов судьи дали победу Мейвэдеру с разгромным счетом. С оценками судей согласились далеко не все. В ноябре 2003 года Мейвэдер вышел на ринг против Филиппа Эндо. В седьмом раунде Мейвэдер провел три подряд точных правых кроссов голову Эндо. Тот упал. Мейвэдер попал четвертым правым кроссом по упавшему противнику. Рефери сразу же его отогнал. Эндо поднялся на счет 9, но не захотел продолжать бой. Рефери остановил поединок. После этого боя Мейвэдер перешел в первый полусредний вес. В мае 2004 года Флойд встретился с Демаркусом Корли. В восьмом раунде Мейвэдер устроил затяжную атаку и Корли, чтобы уйти от нее, опустился на колено. Рефери отчитал нокдаун. В начале 10 раунда Мейвэдер провел успешную атаку по голове с обеих рук. Корли упал на колени. Рефери отчитал второй нокдаун. Мейвэдер уверенно доминировал в бою и победил с разгромным счетом. В январе 2005 года Мейвэдер вышел на ринг против Пуэрто-Риканца Хенри Брюс Элиса. В первых трех раундах Флойд отсылал соперника ударами, а потом сменил тактику. Он перевел бой в центре ринга и начал методично пытаться отправить соперника в нокдаун. В конце 8 раунда Мейвэдер провел два крюка по телу. И Брюс Элис опустился на колено, но сразу же поднялся. Рефери отчитал нокдаун. После возобновления боя Мейвэдер провел несколько серий в голову. Затем он прижал соперника канатом и провел еще одну серию хуков в голову с обеих рук. После чего Брюс Элис упал на колени. Он смог подняться на ноги. Рефери отчитал нокдаун и разрешил продолжить бой. В это же время к рингу подошел тренер Пуэрто-Риканца. И несмотря на то, что до конца раунда оставалось 5 секунд, сообщил, что рекомендует остановить бой. Рефери прекратил поединок. В июне 2005 Мейвэдер вышел на ринг против чемпиона мира в первом полусреднем версии по WBC Артуро Гатте. В конце первого раунда Мейвэдер грязным нарушением правил прижал локтем Гатте вниз. После чего Гатте остановился из-за невнятного поведения рефери. И Мейвэдер, воспользовавшись ситуацией, отправил Гатте в нокдаун. Гатте с легкостью стал и был возмущен поведением Мейвэдера и бездействием рефери. Рефери никак не среагировал. Мейвэдер имел колоссальное преимущество во всех остальных раундах. После шестого раунда угол Гатте отказался от продолжения боя. После этого боя Мейвэдер поднялся в полусредний вес. В ноябре 2005 Мейвэдер в рейтинговом бою встретился с бывшим чемпионом мира. В первом полусреднем весе. Шармбой Митчеллом. После доминирования в первых двух раундах, в третьем Флойд правым кроссом отправил Митчелла в нокдаун. Митчелл не был потрясен и встал на счет 4. Добивать противника Мейвэдер не стал. Далее преимущество Мейвэдера не вызывало сомнений. И в шестом раунде Флойд правым в корпус отправил противника на пол во второй раз за бой. Рефери досчитал до 9. Митчелл встал на счет 10, но было поздно. Рефери остановил бой, когда Митчелл все еще опираясь на канат и корсился от боли. Митчелл пытался было доказать, что удар был нанесен ниже пояса. Однако многочисленные повторы показывали обратное. В апреле 2006 состоялся бой двух технарей – Флойда Мейвэдера и чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF – Заб Джуде. В первых четырех раундах Заб Джуде имел преимущество, но начиная с пятого Мейвэдер пристроился к противнику левше. Флойд постепенно завоевывал преимущество, что вылилось в разбитый нос противника в седьмом раунде. В десятом раунде Джуде нанес удар ниже пояса, а затем в затылок согнувшегося от боли Мейвэдера. При виде этого на ринг выбежал дядя и тренер Флойда – Роджер Мейвэдер, бросаясь на рефери. На ринг также выбежали люди из угла Заб Джуде. Завязалась потасовка. Вскоре их примеру последовали все, кто находился рядом с рингом или просто проходил мимо. Сам Заб Джуда тоже походу нанес кому-то пару ударов. Полиции удалось очистить ринг. За вторжение в пределы ринга Роджера Мейвэдера, как самого крайнего, удаляют из зала. Бой продолжается. В оставшихся двух раундах Мейвэдер довел встречу до логического завершения. В конце 12 раунда он опустил руки и наставнически показал Джуди на свой подбородок. По окончании боя победу ненагласным решением присудили Флойду. После боя Мейвэдер заявил, что в начале поединка он повредил правую руку, что и помешало ему победить досрочно. В ноябре 2006 Флойд встретился с обладателем титула WBC в полусреднем весе – Карлосом Бальдамиром. Бальдамир безуспешно пытался нейтрализовать Мейвэдера, постоянным напором и большим количеством выбрасываемых ударов. Но скорость Флойда оказалась намного выше. Бой длился все 12 раундов, при тотальном преимуществе Мейвэдера. По окончании поединка все судьи ненагласно отдали победу Флойду. После боя Флойд признался, что по ходу поединка травмировал правую руку. В мае 2007 года Мейвэдер вышел против знаменитого и очень сильного чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC Оскара Делла Хойи. На расстоянии в 3000 миль два бойца проводят свое время в одинаковом месте. В Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, самый прославленный боец своего поколения готовит себя к наивеличайшей победе его блестящей карьеры. Для Оскара Делла Хойи происходящее это знакомая рутина, но в этот раз кое-что отличается. Ставки не в его пользу, и это непривычное положение для легенды бокса. Золотой мальчик снова стал золотым. В то же время, где-то в центре Лас-Вегаса готовится к бою непобежденный чемпион мира, который уже признан как лучший в боксе. А ну-ка посмотри в мои глаза сейчас же, Оскара. Смотри мне в глаза. Я надеру твою задницу. И вот, когда приближается самый ожидаемый поединок этих лет, два мужчины собираются заполучить победу, и только одному из них это удастся. Это то, что я знаю, то, чем я занимаюсь, а ты хочешь сделать меня своим врагом. Ты сучка, я и забью тебя. Запомни это. Хороших парней так много. Нахуй. Я выбрал путь плохого парня. Я буду бить тебя, пока ты не начнешь уважать меня. Я буду бить тебя, пока ты не назовешь меня красавчиком. Так вот. И все равно надеру его жопу. Четыре недели, два лагеря, полный доступ. На северном побережье Пуэрто-Рико находится столица острова Сан-Хуан. Тропический морской порт, известный своим запоминающимся побережьем. Атери для отдыхающих и исторический шарм. Но в маленьком зале деревушки Гуэнабо неподалеку настроение далеко не спокойное. Оскар Деллахоя, наиболее известный боксер на сегодня со своей командой, приехал в гимназию Уилфреда Гомеза на свой первый день тренировочного лагеря. Мне нравится это чувство общности, понимаете, мы как семья, у нас одна миссия, одна цель. В команду Деллахоя входит также его старший брат Джоэл, один из самых близких людей Оскара. Роб Гарсия, тренер функциональной подготовки, заряжен подготовить Деллахоя к тому, что, как многие считают, станет самым тяжелым поединком его карьеры. И новичок в окружении Деллахоя, тренер Фредди Роуч. Он заменил Флойда Мэйвейзера-старшего, последнего тренера Оскара, Деллахоя, отца его соперника. Роуч ожидает небольших проблем мотивации своего подопечного. Оскар – это один из тех парней, которые могут воспринять все близко к сердцу, отчитывая то, как Флойд вел себя во время пресс-тура. После этого многие люди хотели бы увидеть, как Оскар заткнет рот Мэйвейзера. Хочу поднять тост за то, как я надеру задницу Оскара! Оскару было легко начать испытывать неприязнь к Флойду Мэйвейзеру-младшему в свете поведения последнего во время тура по 11 городам за 9 дней в конце февраля. Выходки начались, когда тур только начался в Нью-Йорке. Вот мы на пороге величайшего боя в наших жизнях, и перед нами чемпион мира вне весовых категорий, который ввел себя как сумасшедший. Он совершенно себя не контролировал. Я дам ему жесткий и тяжелый бой 5 мая. Ой-ой-ой, я так боюсь! Приветики, меня зовут Оскар Далахо, я сделал то-то и то-то. Да ни хера ты не сделаешь! Он хотел говорить то же, что и я. Он тоже хотел бы материться прямо в камеру. Но ему нужно придерживаться своего фальшивого имиджа. Я же настоящий мужик. Флойд Мэйвейзер. Все по-настоящему. Оскар не выстоит тот вечер, в отличие от меня. С каждым новым днем турне усиливалась и провокация. Давай, Оскар, несите сюда Оскара. А вот и он. Он украл мою сумку, забрал мои вещи, пару книг, боксерские перчатки. Я профессионал. Я в этом спорте уже долгое время. Я побывал во множестве громких боев, и это не сработает. Он сказал, что я украл у вас в спорт инвентаре. Окей, ну и так сделай с этим что-нибудь. Вот что я скажу. Окей, я украл твое дерьмо, ну так сделай с этим что-нибудь. Сделай с этим что-нибудь. Перед нами парень, на которого оказывается большое давление. Возвысится ли он или будет разбит? Ведь слава слишком ослепительно. Нам придется подождать и увидеть самим. Если Мейвейзеры будет разбит, то это будет впервые. Виртуоз бокса с самодовольными манерами, также известный как Красавчик, уже успел методично убрать на своем пути всех 37-х своих соперников в ПРО. За открывающимися воротами лагеря царит атмосфера перезарядки. Эй, Роджер! Это откуда ты к нам прибыл? Из леса, братишка, прямо из леса. Тебе нужна футболка? Да. Ранее этим утром дядя и тренер Флойд Роджер вышел после 6-месячного заключения в тюрьму за обвинение в нападении в 2006 году. Часами позже он вместе со своим младшим сыном уже снова за работой. Кто мой тренер? Вот что вы должны спросить себя. Это Роджер Мэйвейзер. Эта договоренность может потревожить неожиданного гостя в лагере, отца Флойда. Флойд Мэйвейзер-старший научился на основам, которые сделали его чемпионом мира в 21 год. Но их отношения испортились, когда старшего посадили в тюрьму за наркотики, пока младший был еще подростком. Он покинул мою жизнь, когда мне было 16 лет, и вернулся в нее, когда мне было уже 21. Я был мужчиной. А он по-прежнему относился ко мне как к ребенку, как к маленькому мальчику, а я мужчина. Нельзя критиковать вообще все, что ты видишь. Тебя же долгое время вообще не было. Оу, ты это делаешь неправильно. Оу, и это тоже. Оу, и это тоже. Ну черт побери, а что я вообще делаю правильно? Я ведь выиграл долбанный чемпионат мира, не так ли? Когда-то близкие отношения отца и сына стали натянутыми. В 2000 году Флойд принял тяжелое решение. Дядя оставался, отец уходил. Но теперь, когда на пути до Лохоя, после почти 7 лет, Флойд старший вернулся. Флойд Мейвейзер старший мой отец, и я уважаю его как своего отца. Но тот Флойд Мейвейзер, который перед вами, будет делать то, что он сам захочет делать. Это его жизнь. Что бы он не решил сделать, я с этим соглашусь. У него прекрасный шанс победить своей обычной тактикой. Но если он использует все возможные варианты, то может показать себя по-новому. Можно сказать, он побил лучших бойцов в мире, так? И как же он сделал это? А? Это благодаря тому, чему его научил его отец? Или благодаря тому, чему его научил я? Я ведь его тренер. Так как отец и дядя не разговаривают друг с другом, Флойд сам принял решение о том, как все будет проходить. В общем, я позвал отца и сказал, слушай, я тебя уважаю, уважаю, понятно? Но Роджер вернулся, и с ним я и буду работать. Я рад, что общаюсь с тобой, я хочу сохранить наши отношения отца с сыном. Если по-прежнему хочешь быть в моем углу, то я ценю это. Хочешь быть в зале, приходи, но я хочу работать с Роджером. Просто я верен ему. Боксеры, как правило, изолируют себя в закрытых местах на время подготовки к бою. Но для этого боя оба бойца нарушают эту условность. Но тренировки тем не стали легче, напряжение не убавилось. Но для Мэйвейзера домашний уют – это лишь временные передышки стандартного дня мучений. 6633 удара. Оскар и его брат не хотят этого. Они не хотят никаких конфронтаций. Ну так а хули ты в бойцы-то пошел, если не хочешь конфронтаций? Маленькая сучка. Я хочу конфронтаций по полной. Это мой братишка 50 Cent. Так же известный как… Кёртис! Не, так же известный как… Давай зажжем! Никто не понимает 50 Cent. Мы с ним говорим о вещах, о которых он больше ни с кем не разговаривает. Он злодей в рэпе, а я злодей в боксе. Я сказал этому ёлку прямо так. Я на вершине. Когда я на вершине, я не думаю о тех, кто позади меня. Я во голове состава. Хуил, это тебе надо думать о том, как бы оказаться на моем месте. Люди говорят, он побьет Мэйвейзера. Я просто спрашиваю, ну и как он это сделает? Они призадумываются и заходят в тупик. А знаете почему? Потому что сложно разгадать того, кого еще не побеждали. Эй, 50, если бы я был рэпером? 50, если бы я был в рэпе? 50 Cent это Мэйвейзер хип-хопа. Ну тогда я 50 Cent бокси. Мы оба с ним четкие. Я четкий засранец, он четкий засранец. И точка. Живем на ярком стиле, и так навсегда. G, you need! Я закончу фразу за тебя, братишка. В апреле 2006-го Роджер Мэйвейзер был остранен от Атлетической комиссии штата Невада на сроком 12 месяцев. Во вторник он запросил восстановление, чтобы быть в углу своего племянника 5-го мая. Ровно через год после одного из неприятнейших инцидентов в боксе за последнее время. Пора вернуться в дело. Надо немного покопаться с бумажками. Дайте мне работать. Они пытаются показать, как мне надо жить, а я ведь ничего плохого не сделал. Флойд Мэйвейзер вышел на бой против Заба Джуды в Лас-Вегасе за пояс полусреднего веса, которым обладал Джуда. Джуда выглядел убедительно и забрал начало поединка. Мощная левая Джуды! Толпа ревет, болея за Джуду! Но в продолжении поединка Мэйвейзер перехватил инициативу, и Джуда начал драться грязно. Оооо, и это удар ниже пояса от Джуды. И Мэйвейзер еле дышит после этого удара ниже пояса. И теперь Роджер Мэйвейзер хочет наказать Заба. Началась потасовка! Я боец. Меня захватывают эмоции. А это мой племянник? Как бы вы повели себя, если бы кто-то ударил вашу маму? Вот так я себя и почувствовал в этот момент. Вечер 8 апреля. Что случилось, то случилось. Неприятный инцидент, и все мы заплатили свою цену, включая меня самого. Меня отстранили на 4 месяца, я выплатил штраф 50 косарей. Роджер выплатил 200 косарей. Что было, то было. Мы оставили это позади и продолжаем жить. В итоге мы продолжим концентрировать наше внимание на насущных проблемах, и сейчас это то, как Флойд надерет жопу Оскару. Потому что именно это в точности и произойдет. Вот и прошел этот год вашего отстранения, и вы отдали 200 тысяч долларов. Окей, это понятно. Допустим, мы выдадим эту лицензию, и вдруг произойдет что-нибудь подобное. Мы должны верить вам в том, что вы все сделаете правильно. Можем ли мы сделать это? Можем ли мы довериться вам в том, что вы поступите правильно? Да, конечно. Потому что вы выучили свой урок? Да, выучил. Если вы позволите мне вмешаться, то, что произошло тем вечером 8 апреля, совершенно не показывает нас как профессионалов, какими мы из себя представляем, и омрачает нас как представителей бокса, как спорта. Если мы решим на особых условиях все же выдать ему лицензию во второй раз, Роджер, я хочу, чтобы вы поняли, что если произойдет что-нибудь подобное, и вы будете принимать в этом участие, вы понимаете, что такое смертная казнь в уголовном праве? Примерно так же я буду рассматривать ваше следующее отстранение. Вам нужно понять, что я уже оплатил свою цену за то, что совершил. И если я повторю это, то, как вы сказали, меня отстранят от бокса навсегда. Бокс – это вся моя любовь. Так что, почему я вдруг захочу быть отстраненным от того, чем я так люблю заниматься? На мой взгляд, мистеру Мэйвейзеру надо восстановить лицензию штата Невада, но с необходимой оговоркой. Если он будет замешан в каком-либо нарушении снова, не только в приближающемся поединке, но и в любом другом будущем, то его остранят пожизненно. Все, кто за, скажите «да». Да, если кто против, решение единогласно. Спасибо, удачи вам, сэр. Спасибо, господа, удачи вам. Эй, мне надо было нанять вот этого адвоката. Он настоящий мастер. Это же он, нет? Я прямо как старый гангстер, которого только что выпустили. Кто-то виновен, но уж точно не я. Оскар решил меня дурачить? Он знает, что я его побью. Тяжело это признать, но так и будет. Вот о чем ему стоит беспокоиться. Любишь грязные словечки? Посмотрим на тебя позже. Посмотрим на тебя позже. Редактор субтитров.